В четверг должны состояться слушания в комиссии по условно-досрочному освобождению штата Невада, которая, как ожидается, позволит скандальному американскому спортсмену и актеру досрочно выйти из тюрьмы Лавлок. Мы ожидаем именно это, но никогда не знаешь наверняка. О. Джей Симпсон был осужден на 33 года за неудавшееся ограбление Брюса Фроманга, торговца спортивными трофеями. В 2007 году Симпсон ворвался с пистолетом в номер одной из гостиниц Лас-Вегаса и отобрал у Фроманга принадлежавшие ему ранее кубки, заявив, что хотел вернуть памятные для себя вещи. Правда, во время предыдущих слушаний в 2013-м Симпсон повинился перед членами комиссии по УДО. Я не знал, что совершаешь что-то противозаконно. Я сожалею, я сожалею. На слушаниях в четверг, помимо самого 70-летнего Симпсона, будут присутствовать члены его семьи, адвокат и пострадавший Брюс Фроманг, который обещал высказаться в поддержку освобождения Симпсона. Для принятия положительного решения четверо из шести членов комиссии по УДО должны проголосовать за освобождение. Одним из важнейших факторов для принятия комиссии положительного решения является поведение заключенного в тюрьме. Я думаю, у него хорошие шансы на освобождение. Он не был проблемным заключенным, и я думаю, у него хорошие шансы выйти на свободу. Считается, что громкое дело об убийстве жены в 1995 году, за которое Симпсон был оправдан, не будет принятого внимания комиссии по УДО при рассмотрении нынешнего дела.